Главные новости сегодня приходят из села Шоршилл и здесь отметили 90-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза Андриана Николаева. На родине генерал-майора авиации прошел торжественный митинг. Среди почетных гостей близкие третьего космонавта планеты и участники экспедиции на орбиту. С подробностями Дмитрий Ковалев. Родина третьего космонавта планеты на связи. С такой важной для села юбилейной датой его жителей сегодня поздравляют и радиолюбители со всего мира. Язык азбуки Морзе универсален. Вот сейчас провел несколько связей с Европой, с Японией. В данном случае мы работаем юбилейным позывным, который здесь вы видите. Ульяна Елена 90, Андриан Григорьевич Николаев, посвященный 90-летию Николаева. Радиолюбители всего мира с нами связываются и узнают, что космонавт номер 3 родом из Шоршилл. Благодаря радиолюбителям 57 лет назад весь мир облетела новость о старте на орбиту корабля «Восток-3». В невесомости Андриан Николаев провел четверо суток, более 60 раз обогнув планету. Это была эпоха экспериментов. На первопроходцев космоса равнялись. В те годы герой Советского Союза Александр Баландин еще учился в школе. Но заветной мечте о звездах остался верен до последнего. Его экспедиция состоялась в начале 90-х. Во всяком случае, у нас появилось настоящее желание стать хорошими специалистами. Поэтому большинство из нас пошли в технические вузы. Когда я посмотрел, тот же Николаев, в общем-то из деревни, действительно, как вот его дочь сейчас сказала, что достиг с нуля практически таких вершин. 90-летие своего земляка в Шоршиллах празднуют с размахом. Гостей из других регионов, среди которых немало героев России, жители села встречают тепло. Сюда не могла не приехать и дочка звездной пары Елена Черешкова. Вместе с ней и внук Андреяна Николаева, вылитый дед. Жизнь третьего космонавта планеты круто изменилась после армейской службы. Он прошел отбор в школу воздушных стрелков, а потом и в легендарный гагаринский отряд. Гордость за дедушку, за все. Стараюсь не подводить его, быть похожим по характеру, также достигать целей. Память о третьем космонавте планеты в республике хранят бережно, говорит его дочь. Всегда, когда я здесь, чувство необыкновенной теплоты и какой-то вот заботы, потому что земля чувашская, особенно, наверное, вот эта шоршельская, где папа родился, она особенная. Она манит, притягивает. По стопам сокола такой был позывной Андреяна Николаева. Мечтают пойти и многие кадеты. Каждый год самых лучших приглашают в Шоршелы на слет юных космонавтов. Есть призеры победителей воздушных змеев, есть призеры летательных моделей. Мы рады результатам наших детей, мы их растим достойной сменой. Серьезно мечтаю с этим космонавтом. Конструирую летательные аппараты, учу, читаю информацию о космосе, узнаю больше о космонавтике. Глава республики вручил награды юным космонавтам, призерам юбилейной викторины. Михаил Игнатьев вспомнил и о встречах с Андреяном Николаевым. Этот человек всегда был готов прийти на помощь, отметил глава региона. Он проводил прием по личным вопросам. Я руководитель хозяйства подготовил, было два письма. Нужен был автобус для перевозки людей и автокран. Буквально в течение полгода мы получили и автокран, и автомашины. Мы должны его имя носить достойно на долгие-долгие годы. Человек жив всегда в наших сердцах. К могиле Андреяна Николаева глава региона, близкие космонавта и его последователи, которые также стали героями Советского Союза и России, возложили живые цветы. Дмитрий Ковалев и Валерий Рязюков. Республика.